Лидеры стран Большой Семерки посмеялись над российским диктатором. Союзники планируют выделить новую финансовую помощь для Украины, а НАТО готовит крупнейшее за несколько десятилетий развертывание сил. Об этих и других событиях в мире далее в эфире. США планируют объявить о покупке систем ПВО для Украины. Об этом сообщают западные СМИ. По словам источников Вашингтона, в ответ на запрос украинской стороны, Белый дом закупит системы противоракетной обороны, способные поражать цели на расстоянии до 160 километров. Более полумиллиарда долларов готовы дополнительно предоставить Украине Великобритания. По мнению премьер-мистра Бориса Джонсона, миру необходимо признать, что украинцам нужна помощь и никакой усталости от войны быть не может. Помимо этого, Лондон выделит около 10 миллионов фунтов на ремонт украинской железной дороги. Это поможет ускорить процесс экспорта зерна, заблокированного российской армией в Черноморских портах. Своими силами Киев закупил у немецкой компании почти 3000 противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, официальный Берлин согласился выделить Украине грантовое финансирование на сумму в 1 миллиард евро. Лидеры Большой Семерки посмеялись над российским диктатором Путиным во время саммита в Баварии. Садясь за общий стол, британский премьер Джонсон спросил у присутствующих, планируют ли они снимать свои пиджаки, намекая на известное фото хозяина Кремля с голым торсом верхом на лошади. Джастин Трюдо в ответ на это заметил, что лучше дождаться совместной фотосессии и уже тогда устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды. Джонсон также отметил, следует показать, что группа Семерки дословно жестче Путина. В ходе саммита также стало известно, что лидеры обещают Украине бессрочную поддержку в борьбе с путинской агрессией. Параллельно с саммитом Большой Семерки в Германии провели демонстрацию, напомнив о главной повестке дня – текущей войне в Украине. По словам собравшихся, Киеву нужно больше помощи, чтобы страна продолжила существовать. НАТО может начать крупнейшее развертывание сил со времен Холодной войны, об этом сообщают международные СМИ. В частности, Альянс рекордно почти вдвое увеличит военные мощности на восточном фланге. Происходит это на фоне варварской войны в Украине и неспровоцированных угроз России в адрес Литвы, ограничивающей российский транзит через свою территорию. Германия уже заявила, что подготовит дополнительные войска для защиты Вильнюса, если Россия попытается напасть на страну НАТО. Кроме того, на днях в Латвию прибыли системы ПВО для Балтийского региона. Агентство Bloomberg заявило, что Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по внешнему долгу, что стало результатом введенных Западом санкций. Это первый случай с начала 20 века, когда Москва не смогла выплатить проценты в размере 100 миллионов долларов США. Умирать на украинской земле Россия теперь будет отправлять выпускников в школу. Об этом сообщает Институт изучения войны. Госдума России рассматривает возможность предлагать военные контракты юношам сразу по достижению совершеннолетия или после окончания средней школы. С украинским флагом на сцену вышел кумир миллионов Пойл Маккартни, в прошлом музыкант группы Битлз. Во время фестиваля в Великобритании он снова продемонстрировал свою солидарность с украинцами. Субтитры создавал DimaTorzok